В ЕС самые тяжелые ситуации с пандемией во Франции. В понедельник власти сообщили о свыше 27 тысячах заражений, выявленных за сутки. В воскресенье эта цифра превысила 52 тысячи человек. Вторая волна, которую опасались власти и общества, может поставить под угрозу больничную систему страны. Профессор-монолог Жан-Франсуа Дельфресси признал, что не исключает, что инфицированных может быть в два раза больше. Нам тяжело дается нынешняя ситуация. Имеющиеся в распоряжении данные заставляют нас предполагать, что, скорее всего, вторая волна сокрушительнее первой. Особенно, если судить по тому, что происходит сейчас в отделениях реанимации интенсивной терапии. Мне приходится констатировать, что очень многие сограждане не могут пока осознать, с какой бедой всем нам приходится иметь дело. Во вторник президент Макрон проводит заседание оборонного совета, действующего в условиях чрезвычайной санитарной ситуации. По сообщению МОН требуется точная оценка эффективности комендантского часа, который затрагивает жизнь 45 миллионов французов. Премьер встретится с лидерами политических партий и движений, а также руководителями парламентских фракций. Глава Кабмина проведет и разговор с представителями профсоюзов и делегацией местных властей. Кастекс выслушает точку зрения собеседников на новое ужесточение ограничительных мер. Фигарос, ссылаясь на источники Белисейского дворца, предполагает, что рассмотрены будут удлинение комендантского часа, введение карантина в выходные дни, введение частичного карантина на наиболее зараженных территориях. Но школы, где каникулы завершаются в следующий понедельник, пока закрывать не будут. О принятых решениях объявят, скорее всего, в четверг. Продолжение следует...